Более тысячи человек вышли на улицы Янакиева, протестуя против акции оппозиционеров. В День защитника Отечества в центре города там подняли флаг УПА. Чем закончилось противостояние, знает Анастасия Певная. Акция сторонников оппозиции вывела на площадь Янакиева более тысячи человек. Люди возмущены тем, что в День защитника Отечества активисты движения «Свобода» подняли перед городским советом стяг УПА, а также перевернули национальный флаг. Это позор всему Янакиеву. Мы не позволим никому, чтобы нас так-то позорили. Я служил, мой отец служил в армии, я служил, мой сын служил в армии, и мы никому не позволим, чтобы наш флаг, наш национальный флаг, чтобы кто-то позорил. Они оскорбили наше государство, Украину. Перевернуть наш флаг. Параллельно с этим митингом акцию на площади Янакиева намеревались провести оппозиционеры. Соответствующие заявления «Свободовцы» подали накануне властям. Наши там были. Почему? Наши были. Просто мы не поднимали прапорив, чтобы не вызвать агрессии. Но наши были там. Городские власти заверили. Предприняли все меры, чтобы избежать конфликтов между представителями двух лагерей. Мы, опять же, сообщили тоже городе, для того, чтобы обеспечить правопорядок, потому что люди настроены, в общем-то, особенно ветераны, к ним очень недоброжелательно, чтобы оградить их от тех возможных нарушений порядка, которые могут быть. Активисты, чьи действия и стали поводом для возмущения янакиевцев, уверяют, оскорблять государственные символы не собирался. Мол, протестовал против принудительного празднования в учебных заведениях Дня защитника Отечества. А перевернул украинский флаг не случайно. По мнению Дмитрия Глазунова, национальный флаг должен выглядеть именно так. Этот флаг использовался в Украинской Народной Республике с желто-блакитным колором, использовался желтый сверху, это по правилам Геральдики. Тем временем о субботнем инциденте с флагами янакиевские власти сообщили в милицию. Правоохранители разбираются, нарушили ли оппозиционеры закон. Анастасия Певная, Игорь Монастырев, телеканал Донбасс. Задолжали люди.